Всем привет! Меня зовут Олеся, и вы на моем канале о вязании. Я вас здесь очень рада приветствовать. Это видео мой новый вязальный влог, в котором я хочу появиться лицом в кадре и рассказать, какие же у меня сейчас новости, что же я вяжу на данный момент. У меня сегодня 16 февраля, сегодня среда, и на самом деле я постоянно вяжу, но выпало со съемками, не всегда получается снять влог. То мешает погода, то еще какие-то условия. В общем, я решила сегодня сесть и рассказать, что же у меня происходит, что же у меня готово на данный момент. Начать я хочу со своего кардигана Олимпия. Вот он. Он полностью готов, и осталось только пришить пуговицы. Он уже прошел ВТО, и вот так вот здорово и классно он выглядит, и уже высох. Несколько дней назад я его постирала, и вот так красиво это все выглядит. Для тех, кто нетерпеливый и очень-очень хочет схему узора, я оставлю ссылку на схему в описании под видео, и вы сможете перейти и сохранить ее себе. Но я хочу вам сказать, что схему узора я буду немного переделывать, потому что сейчас нужно думать, как ее встраивать в круглую кокетку, потому что если использовать ту схему, которая есть изначально, в рапорте узора очень большое количество петель на начальном этапе, и получается очень раскрытая вот здесь горловина. То есть нужно либо провязывать какой-то участок лицевой гладью, тем самым формируя вот эти вот начальные прибавки, которые помогут тем самым раскрыться горловине и быть более круглой. Это нужно еще дорабатывать, но тем из вас, для кого это не проблема абсолютно, вы можете использовать эту схему и сами уже подумать, что с ней делать и как лучше встроить вашу пряжу. Плюс также все это будет зависеть от того, насколько толстая у вас нить. Моя нить была толстая, я вязала этот кардиган из пряжи лет лоппи на спицах номер 5. И это, конечно, может вносить свои коррективы, потому что моя кокетка уже получается очень длинная, да, мне некуда встраивать. Вот, как можете заметить, вот так на мне сидит, и даже сейчас видно, немножко овалообразная здесь получилась горловина. Вот так вот она выглядит. Меня все устраивает, потому что это кардиган. Но если бы это был джемпер с круглой кокеткой, то сюда бы уже такая тема не подошла. Плюс здесь еще расширение получается достичь планкой, да, и в конечном итоге получается вот так. Когда здесь будут пуговицы, это все застегнется. И вот так вот выглядит кардиган. Но эту кокетку нужно дорабатывать. Я не могу сказать, что она сейчас прям может идти сразу и распространяться. Что вы можете легко ее взять и вязать для себя абсолютно... Лоренс, не шатай меня. Вязать абсолютно любой джемпер. То есть я буду этот узор дорабатывать, потому что я хочу джемпер с круглой кокеткой, с таким узором. Я обязательно это сделаю, но я думаю, все прекрасно понимают, что на это требуется время. Конечно, очень здорово вязать спицами номер пять. Все вяжется очень быстро. Это был такой процесс, который связался у меня. Я как будто моргнула и не заметила, что у меня уже готовое изделие на руках. На каком-то очень большом... Я сниму, потому что я сварюсь сейчас. На очень большом подъеме я вязала этот процесс. И я довольна, как он получился. Но повторять его один в один я точно не буду, потому что ему нужны доработки. Есть что-то делать. Поэтому, как я и сказала, если вам очень нужна схема, она будет в описании. Но для тех из вас, кто хочет увидеть мастер-класс на такой джемпер, который я не могу обещать, что появится на моем канале стопроцентно и в скором времени. Но это как такая небольшая долгосрочная цель, которую я перед собой ставлю. Я очень хочу сделать хорошее видео на такой джемпер. Но для этого нужно связать хороший джемпер. И понять, как его связать так, чтобы кокетка хорошо садилась. Поэтому тем из вас, кто хочет увидеть мастер-класс и получить хорошее изделие по нему, то вам придется ждать. К сожалению, но так и есть. Момент. У меня тут маленький помощник, который, конечно же, интересуется всеми моими клубками. Здесь в прошлом своем видео я показывала, что мне осталось сделать только планки. И планки я делала ложной кетлевкой. Вот так вот они выглядят по лицу. И вот так выглядят по изнанке. Мне всегда очень нравится по изнанке добавлять контрастную нить на кетлевочный карман. На мой взгляд, это очень здорово выглядит. И здесь прям очень классно это все оттеняет. Так что вот таким образом выглядит планка по изнаночной стороне. Очень здорово. Этим я осталась довольна. До ВТО планки немножко присобирались в резинке. То есть немного стягивались. Но я блокировала планки иголками для того, чтобы они вот так вот ровно выглядели. И никуда ничего не подсобиралось, не подпрыгивало. Сейчас выглядит хорошо, но можно будет уже точно сказать, как это все будет. Уже только с пришитыми пуговицами и застегнутым кардиганом на них. Но сейчас никаких нареканий к этому изделию нет. На данном этапе я им полностью довольна. В конечном итоге у меня получился расход в районе 500 грамм. Еще не взвешивала. Но когда буду монтировать, я вам подпишу вес. Взвешу это изделие. То есть ушло 9 полных мотков основного цвета. И один точно, возможно, еще чуть-чуть дополнительного цвета. Но тоже точно не могу сказать, потому что верхнюю часть кокетки я отрезала. Насколько вы помните, у меня был еще один раппорт узора, который был лишний. Из-за высоты кокетки он получался ненужный, потому что тогда некуда было бы резинку вязать. Здесь связана также резинка 2х2. Везде я использовала такую резинку. И на манжетах, и по низу. Как по мне, выглядит хорошо. Такой обычный, базовый кардиган. Очень-очень теплый. И надеюсь, он меня будет очень греть и очень радовать в ближайшие дни. Когда у нас будет становиться уже теплее. И да, будет хотеться уже снять курточку и ходить просто в таком очень теплом джемпере. В очень теплом кардигане. Еще что я хочу рассказать. Я не знаю, как у вас, но мое самое нелюбимое время года, это как раз переходное время от холода к теплу. Или от тепла к холоду, когда, к примеру, резко на один день становится очень тепло. И ты не поймешь, как одеть себя, а тем более, как одеть детей. Либо наоборот, когда тепло-тепло, и потом становится вдруг очень резко холодно. А теплых вещей либо еще нет. Их нужно вязать, либо нужно купить. Но, в общем, вот этот именно начальный переходный период, я его очень сильно не люблю. Только в предыдущем видео я говорила о том, что я только связала детям очень теплые шапки. В скором времени понадобятся весенние шапки. И так оно и получилось. В один из дней я забирала детей из садика. И был очень теплый солнечный день. И они, конечно же, ужарились в теплых шлемах. Томас вообще был весь мокрый. Да, это, конечно, я в панике. Я пришла домой, я не знала, что делать. Я сразу же судорожно стала перебирать всю свою пряжу. Смотреть, из чего бы ему связать шапку. Я уже думала, что он не будет носить свою голубую весеннюю шапку в этом сезоне. Она уже... Он носит ее уже несколько лет. Я уже даже не помню, сколько сезонов она уже отходила. Служит верой и правдой. Вязала ее из пряжи Ланагроса Кул Вул. И отличная шапка. Но думала, что в этом сезоне уйдет она уже на покой и будет что-то новенькое. Но, к сожалению, сейчас я не могу купить пряжу на новые шапки. Поэтому пришлось лезть в шкаф, искать, что же у детей было из весенних шапок. Пришлось одевать их. И вот это вот судорожное какое-то непонятное восприятие погоды. Я не могла понять, из какой же пряжи, насколько теплую мне нужно связать шапку, чтобы детям не было так жарко. И меня прям накрыла эта какая-то волна паники, беспокойства и всего такого. Поэтому я не знаю, почему я решила, что можно связать шапку из Drops Nepal, чтобы такая была промежуточная между мериносовой шапкой и шлемом теплым, которые у меня связаны из Drops Flora и Drops Lima. Решила, что такая просто шапка без всякого горла будет лучшим вариантом. Начала вязать вот такую шапку. Здесь двойной отворот резинкой один на один. И дальше должна была быть просто шапка резинкой. Но, как вы видите, это все снято со спиц. Я передумала это все вязать. Я пошла сматывать это все в клубок. И в процессе передумывания я все это примеряла на Томас. И Томас все говорил, что как ему нравится эта шапка, какая она удобная и классная. И я передумала снова и решила ее вязать дальше. То есть довязать до окончательного итога и получить таки шапку. Но все меня останавливало то, что она маленькая. Здесь я набирала 80 петель. И по расчету она хорошо подходит. Но почему-то я, когда одеваю ее на младшего ребенка, младший говорит, что она очень давит. Хотя у него обхват головы немного меньше, чем у старшего. Старший же кричит, что все отлично. И какие-то дикие сомнения у меня поглотили. Я все это положила на полку. И вот сколько дней оно все лежит. И я это все распущу. Не буду я вязать эту шапку. Решила, что уже доходим так, как есть. Если будет возможность, то куплю меринос. И свяжу им новые мериносовые шапки. Если нет, то есть сейчас пока что еще поносить. Самое главное, что эти шапки, к тому времени, как я свяжу эти мериносовые весенние шапки, в них вообще отпадет надобность. То есть они будут носить просто такие, знаете, хлопковые. Просто как защита небольшая. И потом вообще все снимут, потому что скоро станет очень тепло. И меня вот это все беспокойство и какая-то паника то накрывала волнами, то отпускала понемногу. Я не знаю, расскажите, у вас такое бывает? Это просто какое-то дикое состояние у меня было. Я отложила все. Я не вязала абсолютно ничего. Два дня ковыряла эту шапку, которую в конечном итоге распускать буду. Просто какое-то непонятное безумие на меня напало. Я не знаю, с чего бы это все было. Но сейчас я остановилась. Вязать шапку не буду. Хочу из пряжи Непал, которая у меня есть, хочу связать кому-то из детей жилет. Очень надеюсь, что это станет жилетом, а не шапкой. Поэтому такой какой-то непонятный период безумства у меня был. Но я уже поняла, что если я в чем-то не уверена, я сомневаюсь и не могу понять, как быть и как поступать, то мне лучше отложить эту ситуацию, подумать, отойти от нее. И потом решение приходит само собой. Так было с джемпером, с косичками. То есть он полежал, он подождал меня. Я просто потом довязала его, и все было суперотлично. Поэтому этот проект я отложила и передумала его довязывать. Следующее, что я хочу вам рассказать, это то, что мне пришел замечательный подарочек от Даши Некрасова. Это вот такая вот пряжа. Я сейчас раскрою мешочек и покажу. Очень классные у Даши мешочки для пряжи. Это мешочки из органзы. Я видела, что она хранит свою пряжу. И в таком мешочке она мне ее прислала. Пряжа называется вот так. И очень красивый такой коричневый цвет. Очень здорово смотрится. И это 100% хлопок. И сейчас я вам хочу сказать метраж. В 50 граммах, 180 метров. Хлопок от Sandnes Garn. Рекомендуют спицы номер 3. Посмотрим. Я так и думала приблизительно 2,75 спицы брать для вязания из этой пряжи. У меня здесь 6 мотков. То есть 300 грамм. Пока я... Меня очень заинтересовал этот цвет. И я пока еще думаю, куда же его применить. И что же из этого связать. Посмотрим. С таким метражом я знакома. Подобного метража пряжу я использую для вязания пледа бабушкиным квадратом. Но, к сожалению, этот цвет мне не очень подойдет для использования в пледе. И плюс его очень много, чтобы туда его добавить. Потому что как раз каким-то таким темным, либо темно-серым, либо таким каким-то интересным коричневым я хочу выполнять обвязку. То есть хочу делать это как основным тоном пледа. Плюс яркие пятна, цветные квадратики. Поэтому буду думать, что из этого вязать. Возможно, что-то свяжу детям. Еще пока не решила. Но вот такой вот очень классный подарочек я получила. Даша, огромное тебе спасибо. Очень приятно. Он пришел ко мне в понедельник. И вот уже сколько дней. Я думаю, что же такого интересного из этой пряжи связать. Плюс приходят к мысли, что нужно уже что-то такое связать из летних составов, которые у меня есть в запасах. В прошлом году на день рождения я подзапаслась летними составами. Но все еще никак не могу начать из них что-то вязать. Поэтому это такое, как дало толчок подумать об этой, обо всей пряже. Подумать, что же я хочу на лето. И на лето, на весну, на такой более теплый период. Поэтому буду думать. Буду, конечно же, обо всем об этом вам рассказывать. Даша, огромное спасибо тебе еще раз. Спасибо за сладости. Спасибо за чай. Было просто невероятно приятно получить от тебя эту посылочку. Спасибо тебе еще раз огромное. Так, с этим тоже все. И еще я хочу сказать, какой же сейчас основной процесс, который я вяжу. Я не случайно сегодня в этом джемпере. Это тоже обнимательный сомелье, как и то, что я вам хочу показать сейчас. Мой сомелье уже так хорошо продвинулся, как можете вы заметить. И вот такой он уже. Очень большой. Здесь, если посмотреть на то, сколько провязано уже по телу. Здесь я уже, как можно заметить, да, отделены рукава, подрезы. Я всегда делаю набросовую нить. Мне так удобнее всего. Я потом просто поднимаю петли и вяжу в обратном направлении. Никаких швов, ничего. Вот. И я практически увела регланные линии. Здесь, как вы помните, конечно, пряжа темная. Вообще все. Вот. Я покажу на прибавках. Как вы помните, здесь регланная линия, она идет... Она, во-первых, очень широкая. Вот. Сейчас, думаю, видно. И она уходит в тело. То есть вот резинками полностью видно, как эта регланная линия уходит. И вот она еще не закончилась. И это декоративный элемент. Очень красиво выглядит. Я практически довязала до самого конца. Дальше нужно будет вязать просто вниз. И почему я надела этот джемпер белый? Потому что я хочу вам показать, как он сидит на мне сейчас. Этот джемпер на мне, как можно заметить, он укороченного типа. На мне одеты высокие джинсы. И вот длина. Вот мой пупок. И вот длина джемпера. Спинка у меня немножко... Резинка по спинке немного длиннее, чем по переду. Разрез. И я сейчас нахожусь вот приблизительно в этом месте. На синем джемпере. То есть здесь у меня выполнено полностью схождение линий реглана. Реглана. Несколько рядов по прямой. И сразу же резинка. То есть вот. Совсем немного мне осталось. До такой длины джемпера. Но синий джемпер я хочу длиннее. И хочу делать там общую резинку. Никаких разрезов. То есть хочу, чтобы он был немного длиннее. Более таким комфортным. И, не знаю, более закрытым, что ли. Ну, в общем, тем более пряжи у меня предостаточно. Вяжи не хочу, называется. Поэтому буду вязать. Этот джемпер будет немножко другим. И плюс для того, чтобы... Я сейчас опять встану. Отойду немного. И вы посмотрите, что... Особенно на спинке это видно, да. Резинка здесь собирать. То есть у меня как такой волдырик на спине получится. Мне все нравится, как выглядит здесь. В этом белом варианте. Да, вот. Еще раз покажу. Линия реглана. Вот она уходит, уходит, уходит. И вот сходится до самого низа. Все здорово. Хороший вариант. Но я хочу... Вариант темный. Чуть-чуть другой. Сейчас. То есть приблизительно на вот столько. Чтобы он был длиннее. И я хочу, чтобы он был, естественно, шире. Потому что сейчас у меня здесь еще белый джемпер. Он не доходит до самой обширной части. А синий, естественно, он будет практически до нее доходить. Поэтому я джемпер расширяю. Я делаю прибавки. Делаю прибавки по телу. Где-то сантиметров через 4 друг от друга. Я прибавляю по переду. По две петли. И сейчас добавлю также несколько прибавок по спинке. То есть буду прибавлять две петли по переду. Две петли по спинке. Для того, чтобы у меня расширялся джемпер книзу. Для того, чтобы я смогла связать нормальную резинку. Чтобы мне не нужны были никакие разрезы и тому подобное. Потому что здесь, естественно, если бы это все было с общей резинкой. То есть не было вот этого разреза. Джемпер бы тоже сидел по-другому. Он бы натягивался на моей талии. Потому что он немного узковат. Был бы мне именно в бедрах. Поэтому сейчас я немножко расширяю его. И буду расширять и дальше. Посмотрим. Возможно, выполню прибавки по резинке. Потому что я хочу здесь связать такую резинку, которая была бы плотная. Но в то же время никуда не тянула. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Буду пробовать. Буду смотреть. Но вяжется он очень приятно. Очень быстро. Единственное, что, конечно, темная пряжа. С которой тяжело очень работать. Вот так вот все это смотрится. Думаю, мне будет к лицу такой темный вариант. Посмотрим. Для тех, кто не знает, вяжу из соединения двух нитей. Одна из них Махер Камелот. Тысяча метров в 100 граммах. Вабийный Махер. И вторая нить. Это нить Саваша от Лорапьяна. 70 кашемир. 70 меринос. 30 кашемир. 550 метров на 100 грамм, по-моему. Или 500 метров. В общем, тоненькая нить. Вот. И соединяя эти две нити, вяжу на спицах. Что же это за спицы? 3,5 и лики. Синие. Плюс спицы 3,5 у меня только в таком цвете. Можно понять, да. Темные спицы. Синего цвета. Темно-синяя пряжа. Не очень-то это все способствует легкому вязанию. Поэтому стараюсь всегда вязать при хорошем освещении. И если такой возможности нет, то этот процесс я не беру. И использую какую-нибудь другую. Какой-нибудь другой процесс. У меня также в процессе остался еще мой шарф. Сейчас принесу, покажу. Я там тоже немножко продвинулась с последнего подключения, по-моему. Сейчас посмотрим. Так, шарф я начала вязать. Использую бобинную пряжу. Это твит от Natural Fantasy. 500 метров в 100 граммах. Очень красивый коричневый. И вот опять же камелот. Только другого цвета. 67 Super Kid Moher. 3 Merinos. 30 Polyamide. Вот такой красивый. И сейчас я извиняюсь за то, что шумлю. Тут здесь у меня дети здесь играют в лего на столе. Поэтому я его не стала убирать. Шарф вот такой уже большой. Сейчас. Вот, я поставила так, как мне нужно, чтобы была длина. Сейчас. Сейчас покажу, сколько мне еще нужно довязать. Приблизительно вот столько. Вот где я держу пальцы. И до низа. Мне нужно еще. То есть мне нужно добавить, по сути, еще. После того, как я отвяжу вот этот цвет. Мне нужно добавить еще один. Сейчас вот я вяжу его. Вот темный коричневый. Думаю насчет того, чтобы после него опустить красный. Думаю, хорошо будет сочетаться. И можно будет смотреть. В принципе, должно быть достаточно длины. Как я и говорила вам до этого, я хочу, чтобы шарф был чуть ниже коленей. По крайней мере, план пока такой. А потом, когда я дойду уже до этой длины, когда я уже до этой длины дойду, тогда я посмотрю и решу, считаю ли я ее достаточной, подходит ли мне, либо нужно еще. Но пока я довольна тем, что получается. И очень часто беру его в руки. Очень легко вяжется. Здесь платочная вязка. 100 петель. Спицы номер 4. И он вяжется как будто сам собой. Очень классный процесс. Довольна им. Но это уже, скорее всего, изделие будет ждать следующего года. Потому что, да, непонятно, успею ли я его довязать. У меня почему-то такое ощущение складывается, что я довяжу, и у нас совсем потеплеет. Ну, посмотрим. Вот. Поэтому такой еще процесс. Очень довольна этим шарфом. Вы мне писали, что вам тоже понравилась эта идея. И кто-то вдохновился и тоже пошел перебирать свои остатки. Не знаю. У меня всегда очень много всего остается. Какие-то бобинки, на которых там совсем по чуть-чуть оставалось. Либо, к примеру, пряжа, которую я заказывала совсем по чуть-чуть. Там 100 грамм. Попробовать посмотреть, что же это. И которая никуда не применилась в итоге. Поэтому, не знаю. У меня прям... Руки... Руки вяжут. Глаза загораются, когда я беру этот проект. И я очень рада, что кому-то из вас это тоже понравилось. И кто-то тоже решил проверить, что же есть в запасах, в остатках. И что-то такое интересное, уникальное можно создать. И потом с радостью это носить. Еще я вяжу тапочки, но они там немного продвинулись. Я перешла уже на стопу. Немного осталось до пятки. Но уже не буду их показывать. И плюс у меня остался остаток лет лопи. Практически целый моток коричневого цвета и почти целый белого. Плюс у меня еще с старого джемпера есть небольшой моточек голубого. Поэтому, возможно, будут такие тапочки из лет лопи. Очень хочу их попробовать связать и потестировать, насколько они будут износостойкими и насколько они будут теплыми. Ну, в теплоте их я абсолютно не сомневаюсь. Но посмотрим, насколько они выдержат мою интенсивную носку. И если все будет супер, то, возможно, я вообще навяжу себе кучу разных тапок из лет лопи. Потому что у меня всегда очень мерзут ноги. Пол всегда холодный. Не здесь, к примеру, но в других комнатах в коридоре, в кухне, в ванной у нас плитка. И я абсолютно не могу без теплого чего-то на ногах. Там стоять. И я, к сожалению, не могу носить тапочки в обычном понимании слова тапочек. Который с подошвой, как обычный домашний тапочек. Я такие носить не могу. Поэтому приходится себе вязать короткие носочки и их носить. Вот. И на этом все. Сейчас пойду пришивать пуговицы. Пойду рисовать схему. Потому что ее все еще нужно перерисовать, чтобы она имела презентабельный вид. Да. И, конечно же, с вами этим всем поделюсь. Пишите в комментариях. Все, что угодно пишите. Я, как всегда, с радостью с вами пообщаюсь в комментариях. И буду вязать дальше. Буду, конечно же, вам об этом, обо всем рассказывать. Если появились вдруг какие-то вопросы, пишите, спрашивайте. Очень хочу примерить. И, скорее всего, когда довяжу полностью все убавки вот здесь, одену на длинную леску и таки примерю этот джемпер. И, как можно увидеть, да, здесь халавина такая прям очень-очень большая, широкая. И какая она получается после обработки. То есть совершенно другое дело, да. Но очень здорово. Этим описанием полностью довольна. Вяжу прям полностью по нему все убавки, прибавки. И, что я заметила, в этом белом джемпере я неправильно делала прибавки вот здесь вот возле линии реглана. Не в ту сторону их делала. Смысл получился тот же самый, но на вид немного отличается. И только в этом синем джемпере я таки внимательно прочитала и поняла, как же нужно их делать. Опять же, к слову, о моей невнимательности. Да. Иногда у меня с этим очень большие проблемы. Очень трудно понять, что же именно имеет автор в виду и как это исполнить, когда ты этого не видишь, когда это просто описано словесно. Опять же, вылезает это моя проблема. Но я рада, что я хотя бы со второго раза разобралась. Поэтому на этом все. Была очень рада снимать это видео. Пойду попью чайку. Да, потому что уже сейчас начну хрипеть. И до новых встреч. Всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok